Всем привет! С вами Дмитрий и вы на канале DmitryDTutors. Довольно часто я сталкиваюсь с вопросом, как контрендерить ID-карту в виде текстуры. Сегодня мы рассмотрим, как это сделать. В качестве примера я буду использовать стул, который разделен на три меша. Ножки, сиденье и спинка. Все эти три объекта разделены. Сделал я это для того, чтобы немного усложнить задачу по запеканию ID-карты. Если перейти к UV, мы видим, что каждый объект содержит карту. Разница между ними лишь в том, что эти объекты разделены. Вот так выглядит карта для ножек, сиденья и спинки. Все три объекта образуют единую развертку. Чтобы отобразить все UV-координаты, я выделю все объекты и нажму Tab. Развертку, которую вы сейчас видите, мы будем использовать для запекания ID. Переходим к вкладке Shading. Окна я настроил следующим образом. Окно настроек материалов. Здесь 3D Viewport. А вот здесь я поменяю на UV Editor, чтобы видеть развертку и текстуру под ней. Если нажать на Tab, мы увидим развертку стула. Начнем с ножек. Выделив исходный материал, сделаем его дубликат. Назовем его с добавкой Red, чтобы просто не запутаться. В настройках материала есть стандартный шейдер, который нам не нужен. Давайте поменяем его на Diffuse. Но и в целом он будет выглядеть компактнее. Выделяем ноду шейдера, нажимаем Shift плюс S и меняем его на Diffuse. Обращаю ваше внимание, чтобы сработала комбинация клавиш Shift плюс S, должен быть включен аддон нод Wrangler. В ноде RGB меняю на RGB. Канал красного выставляю на единицу. А все остальные ставлю на 0. Вот получился красный. Чтобы отрендерить текстуру, нам необходимо добавить новую ноду. Добавляем ее и нажимаем New. В поле имя пишу Bake ID. Размер текстуры я оставлю по умолчанию. Здесь можно выбрать цвет фона. Но так как включен параметр альфа, текстура будет прозрачной. Снимаю галочку напротив альфа и выберем какой-нибудь нейтральный цвет. Вот примерно так. Все остальные параметры я оставлю по умолчанию и нажимаю ОК. Сейчас мы сделали новую текстуру, в которую будем рендерить или, наверное, правильнее сказать, запекать карту ID. Теперь нам нужно настроить материал для сиденья. В настройках материала меняю на красный, уже настроенный материал. Дублирую и меняю имя. Сейчас все, что нам нужно здесь изменить, это цвет. Меняем на зеленый. Далее то же самое делаю для спинки. Меняю цвет на синий. В итоге, что у нас получилось? Ножки содержат красный цвет, сиденье зеленый и спинка синий цвет. Каждый из этих материалов содержит текстуру Bake ID. Чтобы сохранить текстуру от случайного удаления, включаем Fake User. Если выбрать другой материал, видно, что эта настройка применяется везде. Для того, чтобы запечь текстуру, выделяем все части стула. Нажимаем Tab, чтобы убедиться, что с UV все в порядке. Далее переходим в настройки рендера. Вкладку Color Management я закрою. Она мне сейчас не потребуется. Пожалуй, самое главное, что нужно изменить в настройках, это выставить вместо Eevee Cycles. Это необходимо сделать, так как Eevee не поддерживает запекание. Сразу меняем способ обработки с процессора на видеокарту. То есть выставляем GPU. Если сместиться чуть ниже, мы увидим раздел Bake. В разделе Bake Type поменяем на Diffuse. Чтобы понять, что именно нужно запекать, я запущу Cycles. В превью видны все материалы. Если перейти в настройки Viewport Shading и выбрать тип отображения Diffuse Color, мы увидим чистый цвет. Именно его нам нужно запечь. Поэтому в настройках снимаем галочки напротив Direct и Indirect. Оставляем только Color. В этом случае запекаться будет только цвет материала. В настройках рендера в вкладке Render в поле Samples я выставлю значение 128. Чем больше это значение, тем дольше будет запекаться текстура. Снова переходим в режим Solid. Выделяю все объекты. В разделе Bake обязательно проверяем, какой тип запекания выставлен и нажимаем кнопку Bake. Спустя некоторое время в UV Editor мы видим полученную цветную текстуру. Если нажать Tab, мы увидим, что напротив каждого островка есть свой цвет. Зеленый, красный и синий. Но есть одна проблема. Обратите внимание на то, что сейчас границы цветов перекрывают соседние UV острова. Чтобы это исправить, в разделе Margin меняем параметр в сторону уменьшения, например, 10. Давайте попробуем еще раз запечь текстуру. Да, сейчас текстура не так сильно перекрывает другой островок, но все же этого недостаточно. Пробуем значение, например, 1. Нажимаем еще раз Bake. Вот сейчас мы получили оптимальный вариант. Теперь для того, чтобы сохранить полученную текстуру, переходим из UV Editor в Image Editor. В настройках разделе Image нажимаем Save As. Далее сохраняем в любой формат JPG или PNG. Вообще-то, как видите, все достаточно просто. Теперь рассмотрим, что будет происходить, если запечь текстуру с отдельно выбранными объектами. Давайте просто выберем спинку стула и попробуем запечь текстуру. После окончания виден материал с синим цветом. Если выбрать только ножки, то в карту AD будет запечен только материал с красным цветом. Далее посмотрим, как изменится текстура, если запечь сиденье и спинку стула. Сейчас на текстуре видны синий и зеленый цвета. Опять же, если выделить все объекты, то в карте ID мы увидим все цвета. Теперь рассмотрим случай, когда вся геометрия находится в одном объекте. Чтобы объединить все три объекта в один, нажимаем Ctrl плюс J. В окне сцены видно, что теперь у нас один объект, в котором содержится вся геометрия с разверткой. Если я снова запеку текстуру, то результат будет таким же, как и в предыдущий раз. Теперь несколько слов о настройке рендера. Параметр samples напрямую влияет на скорость запекания. Чем больше это значение, тем дольше будет запекаться текстура. Давайте попробуем запечь с значением 8. Не нужно использовать высокие значения, так как по сути это один цвет и на качество это не влияет. Пробуем еще раз запечь. Скорость запекания заметно возросла. Если нажать правой кнопкой мыши и выбрать вернуть значение по умолчанию, то... Просто попробуем еще раз запечь текстуру. Обратите внимание, вот здесь виден прогресс. Я отменю запекание и вернусь к значению, например, 4. На этом все. Спасибо, что досмотрели этот урок до конца. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях видео в телеграм-канале или чате дискорд. Подписывайтесь на канал. Удачи. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok